Всем привет! Мы на канале Спортфаза. Мы начинаем! Я понял главный принцип стронгмена. Сделать все снаряды максимально неудобными. Похоже на конструкцию средневекового чертвертования. 80 килограмм гантель, пегач. Так и должно быть? Класс! Упражнение класс! Самый сильный человек планеты. Ютуб сейчас просто пестрит такими заголовками. Но сегодня я расскажу вам о парне, который на самом деле имеет к этому отношение. Он выступает в категории стронгмен и на данный момент входит в топ-10 атлетов всего мира. Зовут его Алексей Новиков. По авгодному времени. По авгодному времени. Это уже з tablespoon не очень хорошо. Нtinч cût. ПEC où ils не нравятся. По авгод без них Alfaroчина. По авгодному времени. Поехали! 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 что мы тут делаем сейчас моржеваться мы недавно начал такую традицию для себя открыл купаться сегодня месяца полтора назад так что будем сейчас плавать температура около 0 градусов попробую как она это киев детка стремно очень холодно очень ребят гость аж ломит мгновенно до водички сначала думал три потом разок достаточно ну что утро взбодрились впереди нас ждет длинный съемочный день погнали ты чай кофе влезешь да я латырху ты обычно после купания сюда заезжаешь за чеком или как напрямую домой сразу да сады тут слойки все позволяешь такие вещи да будет билдером нельзя нам нужно нам нужно но не часто какой-то колораж дневной нужно выходить на 7000 7000 как телево заходит или пишутся продавец давица нужно но чаще всего где-то там 5 выходит спокойно проголодь а вот семь уже сложно становится ясно и это при весе давай скажем сто тридцать семь сто тридцать восемь но сейчас такой на так все 35 сто тридцать пять килограмм ребят ты чтобы вы понимали лёха среди своих конкурентов самый маленький он говорит я вам самый дрыщ 138 килограмм человек так ну что сейчас попьем чай кофе и куда мы едем дальше и ко мне домой там может перекусим еще нормально и тебе домой к родителям к родителям это значит дома твоих родителей да да это дом родителей сейчас уже живу отдельно ближе к тренировке к залам так ну вот так вот сюда кушать тут валяюсь там последнее время залипаю в playstation и надо да что играешь там какая-то там рубилка целью не надо хочется людей по убивать чтобы чуть чтобы жизни никого не убить никому не делать плохо не грубить это бабушка сделана бабушка до нас встречала и сказал что-то все было по фэн-шую вот так по нашему по народу как бабушку зовут бабушка ваш бабушка маша спасибо вам большое за то что кормите нас пюрешечка тут и корочка буженинка курочка и все все свое договорились да вы ничего не покупаете ну мясо покупаем и круто яйца свои есть и все стараемся от микронологи отказались на этом вещей там например масло не подливаем это подсолнечно на водичку лучше подарить и тому подобное чтобы максимально хелси было короче самого детства ты взращивался на таких деревенских харчах поэтому и стал таким богатырем и можно можно так сказать послушай ну вот как сейчас выступающий стронг почти 140 килограмм расскажи мне что в эти 57 тысяч килокалорий обычно тебя входит сколько приемов пищи сколько в каждом приблизительно это два три очень больших нет это было много это около 8 прямо пищи и если есть там сначала и в конце они маленькие есть три больших основных и восемь тысяч семь тысяч калорий набрать полезной еды это очень сложно это большой практически нереально да и вот это нужно кушать салатницами по-другому не выходит потому что маленькие тарелки все высыпается это очень неудобно и у меня всегда кушу салатницы и тогда нормально вот это каша и мясо салаты разные из каши это булгур риса речка и картошки надо подида у меня буквально предыдущий выпуск был со стене малом француз который меня тренирует в лос-анджелесе мы с ним обсуждали медленные углеводы источники так вот он говорит что допустим вот будут бурый рис он слишком идеализирован в том плане что вот медленно это хорошо на самом деле он настолько медленно усваивается что мы с тобой даже не успеваем его толком усвоить понимаешь нам когда у нас там пять тысяч четыре тысячи там у тебя почти в два раза больше меня у меня все равно больше чем нормы нам нужны быстрые углеводы мы просто как ракеты мы это все усвоим поэтому нам не нужно вот это вот прям в крайности в сельдерей бурый рис там картофан для тебя абсолютно нормальный источник углеводов попрактикуем приятного пить руки кушаем друзья хочу сказать несколько слов для тех кто прям совсем оторван от железного спорта что такое стронгмен стронгмен дословно переводится как самый сильный человек вот эти самые огромезные мужики гиганты высоченные тяжеленные они состязаются между собой в переносе перемещение там снарядов всяких разных еще и на скорость то есть там камни камни атласа по моему они называются такие как ядра тяги акселя с вращающимися широченными грифами набрасывают на плечи колодец и на скорость там бегу что-то там 10-20 метров кто быстрее там перебежит лёх наверняка я что-то мог перепутать в описании к или или вернее не так как бы ты в нескольких предложениях описал свой стронгмен что это вот стронг это из силы ухи до спорта самый жесткий тут ты можешь работать минуту там тянуть машину умирает там полностью потому что у тебя просто все тело на истощение работает а бывает там тяга на максимум либо лог лифт на максимум то есть очень разноплановая работа ты можешь ты должен бежать быстро ты должен бежать долго держать темп быть скоординированным очень хорошо быть очень сильным и все это вместе соединять и иногда бывает такое что есть предметы которые ты первый раз видишь ты должен работать и быть универсальным чем более ты универсальный и меньше у тебя дырок тем легче тебе выиграть то есть если ты будешь самым сильным во всех упражнениях но будет одна дырка там где ты ловишь но ловишь 0 ты все равно не будешь первым ты должен везде быть на уровне да и упражнение насколько я знаю постоянно турнира к турниру меняются организаторами чтобы не было вот такой вот особая подготовленность чтобы это всегда было неожиданно и всегда была вот такая вот универсальный конечно не меняется на нас предупреждает там некоторые за две недели некоторые за полгода по-разному то есть у нас арнольд и а я относится очень серьезно не там выслать все размеры все-все каждый арнольд от турнира к турниру набор упражнений всегда разный даже одни это один и тот же снаряд может по-другому как-то там считаться в этом на этом арнольде допустим вы этот снаряд должны были на разы поднимать на другом аркаде должны с ним всегда бежали на скорость или еще что-то в отличие от лифтинга или там бодибилдинга где-то четко знаешь ты годами готовишься жать от груди эту штангу конкретного там сечения гриф всю жизнь ты к этому или там тяжелой атлетики всю жизнь ты толкаешь делаешь или делаешь рывок важно постоянно изменения механики изменения вот этого всего даже иногда придумают новые упражнения никто никогда не делал новое придумали то те же камни поднимать вверх либо просто жать камень вверх нигде никогда такого не было слушай давай скажем нашим зрителям несколько слов чтобы у них был отсыл немножко из прошлого кто и кого они могут знать такие громкие если из самого обратного мы идем это альбрус не гматуллин это василий виростюк кокляев шевляков шевляков да ну то есть вот эти имена на слуху но как бы они в принципе в основном как уже не выступать лишь веков шевляков выступает хорошо выступают маму в этом году на всех турнирах соревновались очень хорошо общаемся дружим с мишей динамит же он занимался продвижением стронгов сам и так понимаю он по стронгам особо не выступал но он помогал очень развитию стронга в россии тогда было вот этого движения по моему тогда и как live миша еще выступал вот я не помню как это все было но мне говорят спортсмены из украины что он очень большой вклад сделал в развитие силового экстрима в россии у нас вот самый большой тлащок был это пик это времена веселее виростюка то есть возвращаясь динамиту ты мне как-то сколь сказал что твой дед был знаком с динамитом и вообще твой дед имеет отношение к страну да конечно расскажешь мой дедушка владимир петрович он делал для 2000 наверно 3 4 года где-то так он начал делать все оборудование металл весь все какие-то крепления все что носили богатыри на соревнованиях это делал мой дедушка тоже что вот этот шилд шилд а вы вы это одна дисциплина выносит этот камень да ясно тоже на скорость на расстояние и на скорости на расстояние в эстафетах по-разному понятно где ты его взял это дедушка когда всем делал и он отливал специально по форме отливал это все и поспалялась где-то их но пойдем покажу там еще есть моменты разные интересные timber carry под горку будет это уже на накрыто готова к переезду на пожарную часть вот объясни что какой принцип а это по тембе керри до большой колодец под горку ты должен зайти с весом максимально быстро кроме того что это в руках в руках 400 килограмм так еще и вверх нужно идти это нужно тренироваться потому что ты привык всегда идти ровно если у тебя будет перекос стопы как-то то очень большой шанс тренироваться особенно там махилы проблематичный момент и вот колонны геркулеса держишь и тебя разрывает а ты должен держать это все подоем под собственным под собственным весом они естественно растягивают в разные стороны кто дольше продержит тот и победил да да похоже на конструкцию средневекового черт вертования и руки разлетаются пил бару сюда вставляются ручки тоже и поднимаешь идешь не телега да да упражнение нас называется вилл баррел а девушка сейчас дома сейчас сейчас может где-то тут познакомимся может познакомиться сейчас деда наберу и деда приветики деда дома а ты можешь выйти тут посниматься трошки ничего страшно дед бабулька скажи что ты на съемку пока ничего здравствуйте алексей петрович лёха рассказал что во времена богатырских игр вы помогали со снарядами и всем выступающим спортсменам здесь ну да десь двухтысячного року вот так киба був такий у нас так вот для него все готово это же всякие всякие железяча воно все тут было робилось мало что он заказывал десь в другом месте ну мабуть ему выгодно было а я так тоже хватало у меня еще энтузиазма сейчас энтузиазма хватает только на внука ну да ну ну и правильно вы сами занимались когда в молодости там ну трошки да трошки штангу тягал все видно вы такой крепкий мужик сколько вам лет 70 70 лет ну вы отлично выглядите для семейства ну баба так не каже вы знакомы были с динамитом нет да 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 он здесь тоже выступал привозил спортсменов да ну да да все соревнования которые проводились ранее с россией проводили соревнования чемпионаты света проводили команды я ездил с ними по всей украине ну они без меня не могли бы ее требовало скрутить прикрутить прикрепить так дальше а лёха говорит еще что запорожец тоже какими-то что там за история у вас была с запорожцем ну тоже я купил лёшу его чтобы он что-то не понравилось ему конь железный такой ну она на ходу было я же приезжаю на ходу этого сколько лет вы ему подогнали в 16 лет ну посмотри по цвету глаз тебе подходит голубоглазый голубой зеппор нормально и вот конечно он был как технический директор нашей федерации то тогда еще не назывались просто богатырские игры да и к нам приезжали из россии из беларуси там с литвы приезжали все спортсмены сижались и это были большие застолья и конечно пересекались все нас никогда нету каких-то там плохих отношений с спортсменами мы всегда хорошо друг другу относимся потому что мы на соревнованиях можем как-то там агрессию какой-то там минимальная злость у нас нету там друг к другу плохого отношения все все работаем с весом они друг против друга рубимся то есть и этот момент у нас пропал как но если брать там армрестлинг какой-то я думаю там есть и какие-то других видах спорта какие-то личностные конфликты и драмы у вас это более дружный коллектив вы наверное чувствуете какое-то братство своей исключительности вы друг другу испытываете наверно респект такой же брат гигант как и я то есть мы все же понимаем сколько это работы и понимаем если кто-то кого-то выиграл вы поняли что он просто отпахал больше он в этом данные лучше хочешь выиграть ну никаких претензий к нему быть не может условия все одинаковые бери делай больше бери делай лучше сделай это быстрее сделай ну выигрываюсь это конечно огромное преимущество перед тем же допустим бодибилдинг вместе с ранее там бесконечно субъективное судейство то есть ты можешь спорить здесь у вас есть цифра это очень круто я же еще университете учусь до сих пор крачи спортсмен к нту между прочим так это одни из самых главных не одни из самых главных просто мама так распорядила некрасивая да это ты первый раз выступал на джанет лайф отобрался на джанет лайф уже главный здесь уже получил кучу это ирландии так понимание да это 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 манчестер англия да это сборный арнольд был на мне он не нужен был я просто выступал для того чтобы просто по выступать иногда на пиане учился гранится сестра с плача играет чё это за зверь тут волкода злейший пес ты добрая девочка нарядная с резиночками с прическами расскажи так вкратце где где что сколько всего было турниров у тебя турнира сейчас уже около 140 может где-то 150 140 150 самый главный для меня первый турнир это украина на сильнейшие люди на украины потом вот второй получил в 20 лет уже наследа стал самый сильный потом в семнадцатом году этот синий батаре года был 18 этот год и 19 уже это точно такой же только больше вот потом уже переходил в про лигу сначала я выиграл аматорский турнир это арнольд аматор и построен абсолютно к теории он дает право выступления в про лиге уже это 18 года на 19 год я был в про и потом из таких которые дали дальше мне переходить право на двадцатый год это африка про это из континентальных таких серий 0 классика река да и потом же бразилию выиграл также не там килограмм бразилия тоже арнольда да вот смотрите какой кубок арнольд про стронгмен world series арнольд classic это большие спортивные фестивали которые включают себя не только бодибилдинг о котором вы знаете из моего например канала но и по стронгом арнольд очень сильно как бы промоутит и стронги тоже на всех его фестивалях есть эта дисциплина поэтому и в африке и в европе барселона и вот сейчас вот лёха будет лететь когда в америку лос-анджелес санта-моника это это по-моему это уже отдельная соли кольцо ради чисто по стронгам но проводит арнольд не упомянули есть с чемпионата мира кольцо тут есть гравировка украина 105 килограмм третье место и она платина вот здесь золото обалдеть это там не брали размеры потом присылали ну чё не носишь пальцы толстые стали чтобы 105 категория весовую категорию даже на мединец уже тяжелая за что за сабля это в греции настоящий что до настоящий них турнирные такие сувенирные мечи есть и все можно викингах сниматься без этого борода есть меч не обязательно еще нужно купить только кольчуги разные можно уже сниматься делать так ночью лёха едем зал и пока едем я хотел тебя спросить о вопросе как животрепещем вопросе который всех интересует денежный вопрос расскажи пожалуйста как зарабатывает стронг но основной доход это с призовых серии арнольд классик это первое десять тысяч шесть тысяч второе и 4 3 вот это среди про или это среди про аматорам ничего не платят но иногда платят но мелочь дальше идем ворсинге смен в этом году было 40 тысяч долларов за первое есть такие турниры как арнольд про америка главный но это главная соревнования в коламбасе и дубай там платят около 70 тысяч долларов за первое но чтобы там быть первым нужно очень много все вкладывать вот но это одна сторона как можно взорвать 2 моменты есть спонсоры есть контракты рекламные на славу и 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 Сереж, пару слов по поводу Лехиного сегодняшнего тренировочного процесса. Именно конкретно сегодня тренировочный процесс, это сегодня мы работали над становой тягой, над спиной. Так как до соревнований осталось практически неделю, то нагрузка уже уменьшается. Если взять общий объем тренировок, чем ближе к соревнованиям, у него становится по объему тренировки меньше, но они становятся немножко чаще. Если дальше от соревнований, там где-то недели три до соревнований, то он тренируется через день, но тренируется тяжело. У него есть целый полноценный день для отдыха, для восстановления. Поэтому сегодня поработал в становой тяге, примерно 70-75% нагрузки. И через неделю уже будет стартовать на соревнованиях. А что вы сейчас делаете после становой? Своего рода подсобка, да? Да, так называемые подсобные упражнения. Стараемся их работать больше с собственным весом, для того, чтобы отрабатывалась координация, стабилизация. Немножко голова работала во время упражнений. Поэтому либо подтягивания собственным весом, либо горизонтальные подтягивания, либо вертикальные. Разного рода тяги бывают. Вот такой формат. Если это уже ближе к соревнованиям, если это там такой межсезон, то можем уже переходить на такой больше кач и меньше уже стронговских упражнений. А кач-кач в вашем понимании это что? Я имею в виду непонятно, что конкретно у вас есть понимание очень широкое, применимо к Алексею. То есть кач у вас прям с хаммерами, с изоляциями или все равно такие многосуставные, тяжелые, базовые? Не можно сказать, что он прям с изоляциями. Это больше такой кач, в котором мы веса передвигаем за счет движения какого-то. А кач уже с изоляцией это за счет того, что вес передвигается за счет напряжения в мышцах. То есть в бодибилдинге именно вы чувствуете, как напрягаете мышцы, после этого вес поднимается. То есть здесь немножко наоборот, мы тянем, поднимается вес, потом уже напрягаются мышцы. Это основная разница. Да, да, да. В бодибилдинге ты сокращаешь рабочую группу и за счет того, что ты ее сокращаешь, напрягаешь, у тебя само по себе поднимается снаряд. Это основное. Если этого не почувствовать, то ничего не будет. Ну да, точно. А многие этого не понимают, даже опытные спортсмены, у них нет именно осознания этого. Если ты же качаешь грудь, то ты просто сокращаешь грудь, а жимовое движение оно же посредственно, то есть вторично. Да, это лишь средство, да. Да, точно. Буквально сегодня утром получил новую посылку от MyProtein. Вот такая вот удобная штука для того, чтобы возить с собой еду. Судочки еды вот сюда вот так вот вкладываются аккуратненько. Куча всяких разных отсеков для шейкеров. Вот я как раз себе намешал протеин после тренировочный. Тоже MyProtein, само собой. Здесь у меня батончики сверху. Вот. Самые, кстати, вкусные батончики MyProtein. Six Layer Bar. Печенюхи протеиновые. К чему это все? Как всегда, ссылка на сайт MyProtein в описании под этим видео. Это английский бренд спортивного питания для тех, кто все еще не в курсе и кто с недоверием относится к тому, что импортные бренды мешаются у нас где-то, что куча подделок. MyProtein доставляет все свои продукты напрямую со складов из Англии. То есть вы заказываете на сайте MyProtein.ru и вам делается доставка из Англии либо в Россию, либо в Украину. Часто, кстати, украинцы задают вопросы, почему на сайте цены в рублях. Это нормально, один общий сайт для всех наших стран. Промокод S-FASA при заказе в корзине, когда вводите, всегда даст вам дополнительную скидку. MyProtein. Еще раз, ссылка в описании. А вы говорите, что силачи не качают пресс. Еще как качают. Кубиков, правда, не видно. Потому что мы скромные, мы прячем за жиром. Не хвастаемся этим. У нас они есть, больше ваших, но типа пусть будет хвостков. Слушай, ты говорил, что подросткам ты весил что-то 70 килограмм. Я вот смотрю на твои колени, на твои локти, запястья. У тебя все как бы очень такое массивное, мощное. Как это вообще возможно? У меня есть фотки с детства. Там просто сустав и нога. Да? Большие суставы очень, да. И вот торчат просто. И мама смялась, говорит, будущий строн, не суставы торчат. То есть худой, страшно худой. Ну да, худоба, она обычно сопряжена с тонкими костями и к доморфу. Ну вот у меня, видишь, запястье, как тростинка. Да, ну вот и здесь. Ну да. Да, у меня, ну я сам шокю, как так. Ну, как-то так. Дорожка здесь механическая. Можно как и на ней улететь, как и на ней зафиксировать, чтобы она очень медленно шла. Леха упирается снизу, у нее такая имитация упражнения. У них есть трек-пул, либо когда что-то толкают ногами. И он определенное время, сейчас конкретно считает, там 30 шагов. Работает с определенной частотой в разные тренировки. Потом это количество шагов там увеличивает и плавно входит в такую нагрузку. Потом уже переходит на нагрузку более жесткую, там, когда нужно машину там тянуть или еще что угодно. Это такое стронговское кардио. И попробуй теперь вот, допустим, тормоз. Ставишь как Леха, упираешься через низ, руки судой. Да, короткие шаги, короткие. Во, давай. И мощные шаги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот видишь, как он сбоку работает, бежит. Ты чувствуешь, как ты включаешься на ней, ну, мощно. Можно отдыхать, я думаю. Кардионагрузка, как вариант этого кардио, только силового. Потому что они, если работают там в тяге, штангу-то поднимают там 3-5 секунд, допустим. Есть какие-то эстафеты, а, допустим, в трек-пуле на соревновании в Дубае им можно было работать 90 секунд. То есть тебя 90 секунд зацепили, и ты работаешь в такой работе, частота шагов там у ребят на старте, там, 150-180 шагов идет в минуту. То есть тебе нужно 90 секунд работать на максимальном пульсе. Ну, вот вы сделали процентов 20 от того, что они делают на соревнованиях. Потом могут быть упражнения, там, где нужно что-то носить на себе, очень тяжелое, там, на скорость, там, 500 килограмм, допустим, нести. И одновременно с этим нужно бежать. Либо в руках держать по 180 килограмм в каждой руке и тоже бежать. Потому что скорость большая. Фермера, допустим, носят в каждой руке по 180 килограмм, там, 20 метров носил ты за 8 секунд, да, или за 9? За 9 секунд. То есть ты бежишь на большой скорости, и у тебя в руках там 360 килограмм. Друзья, ну что, вчера мы потренировались по-билдерски, а сегодня будем тренироваться по-стронговски. Лех, куда мы приехали? Это пожарная часть на Аболоне. Только здесь у нас есть возможность хранить и тренироваться на всем стронговском оборудовании. Приступим. Жестяк, сразу чувствуется атмосфера такая. Это мой братан, Саша Сташенко. Здрасте. У вас тут прям сразу рабочий процесс. Да, чуть-чуть опоздали. Так, работаем, начинаем переливаемся и разминаемся. Сразу вам хочу поделиться своими впечатлениями, ребят. Передается от этих железяк брутальных сразу такое настроение, атмосфера прям полноценного хардкора. Прям такой склад-склад, брутал-брутал. Прям чудо. Это не фитнес-клуб, это... Это пахота. Железяки такие страшные. Я прям на них смотрю, мне кажется, что я только прикоснусь, я сразу травму поясницы получу. Просто от прикосновения. Короче, переодеваемся и начинаем тренировку. Леш, ну что мы сегодня делаем? Это будет прям твоя обычная полноценная тренировка или какая-то такая шоу-выставочная? Сегодня обычная моя тренировка, но где-то на 70%, потому что вот скоро будет соревнование. Не перегружаемся, уже потихоньку снижаем нагрузку. Понял, то есть упражнения те же, но с меньшим количеством... Да, ну, дамбл сегодня и чуть-чуть пометаем, так, для настроения. И все, можем работать. Отлично. Ну, первое упражнение у нас логлифт. Что-что? Логлифт, бревно. Логлифт. Поднятие бревна. Да. Логлифт. смотри ты сначала делаешь тягу вот вытянул потом она видишь скатывается по ногам ты живут заправляешь прижимаешь лог лифт к животу ну чем чем можно зацепить вот этой частью поясом всем всем прижимаешь себе вот этим движением выкатываешь на себя а потом жим жим толчок как хочешь и ногами выдавай больше подпрыгни старайся вместе с ней подпрыгнуть на самом деле лёша может сделать сотку может быть даже 120 но сейчас важно сделать акцент на технику чтобы дальнейшем не травмироваться из изначально закладывать правильное выполнение движения и правильный вектор нагрузки соответственно из-за этого мы сначала шунгу им они жмем нужно научиться видя ли вообще толкать но пока у нас экстренный такой вариант мы делаем шунг и ногами подпрыгни ну нормально уже хорошо плечи не вывел вперед когда она просто стояла не на плечах но в руках держит держал их лог лифт держал в руках из-за этого ты опускаешься она едет спускаете ломает держал так она была бы намного веселее что-то не так с плечом уже а вот и строн участвую братан кидал эту гантель у него каждый раз при каждом подъеме там но сантиметр от этой железяки нам забрасывает рядом с головой и каждый раз ну даже опасно не кто-то промазал в торец дал таких не было не бывает такое что ты выдаешь уже там сил нету и она падает назад и там чаще все падает назад это отбивается дельты и в ухо там конечно да синий ухо потом приятного мало сейчас мы начинаем делать второе упражнение это гантель по стронганский называется дамбл стандарты 27 сантиметров в окружности не в окружности в диаметре и ручка в среднем у нас сюда 5 сантиметров дочек гриф очень широк очень широкий но как 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 на каждом я мой главный принцип стронгмена сделать все снаряды максимально неудобными первое ты силовашь который 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 ты поднимая вторая фиксирует эту родней до потом ты забрасываешь и отсюда уже толкаешь просто получается она такого же веса как и лог но в логе ты жмешь не это тяжелее на 5 килограмм еще и тяжелее у тебя будет сейчас задание будет намного корректнее ну толкать бессмысленно серьезно возьми сужать бессмысленно не будет толкать бессмысленно жать тем более у тебя должен быть жим 160 минимум постоишь здесь в статике но это первый этап когда мы учим кого-то на большой данный большой антон чтобы главное там встать правильно потом ты уже сможешь выдавать и вот да вот сюда руку вы видите так он уж больно да все хорош да класс упражнение класс закинуть закинул или закинуть совсем не закинуть красавчик закинуть легко совсем на тарахте тоже смог какой там бодибилдинг с махами по 20 фунтов 80 килограмм гантель фигач собрался погнали чуть чуть выше подними локоть вот да не еще вы видите сюда локоть вот да держи как это можно делать контент мейкер я не понимаю тебе нужно подпрыгнуть с ней максимально подсет уже поскольку постольку но если умеешь делать и толчок и подсет шикарно например как я либо килишковский но я делаю около рекордомера 55 килограмм не хватило это сколько 150 килограмм рекорд мира я делал 145 на тренировке третье упражнение на сегодняшней тренировке это в и фухой у нас будет упражнение на соревнованиях перебрасывать такие мешки через планку планка вы четыре с половиной метра у нас планки пока нету и вес это на тренировочный легкий будет в него просто бросать высоко сколько у нас здесь здесь у нас 17 килограмм было 15 немножко добавили потолок 7 740 круто около того не хорошо ну если потолки 7 и 5 а тебе надо четыре с половиной то это точно выше это у меня 15 килограмм мне нужно 45 понятно понятно хорошо прикольно упражнение класс вот это прям да интересно да мне все понравилось на самом деле и гантель мне понравилось такой спортивный за рту мне возник меньше всего понравилось потому что более страшного травмироваться травмироваться страшно то не наверное с этой с гантелью она у нас это мимо головы вот эти 80 килограмм закидывай это то что в бодибилдинге страшилка по поводу жима армейского из-за головы всего это очень травмоопасно упражнение в коем случае вы не делаете за голову не не тут не то что за голову там штангочку 20 килограмм тут одна гантель 80 килограмм и цель завести за голову то есть развернуть плечевой сустав который весь супер хлипкий в нем самый хрупкий сустав плечевой нас и ты получается все это весь этот вес вешаешь на этот сустав такая задача у стронгов на этом все друзья алексей новиков в общем самый могучий парень украины самый могучий парень во всем снг на данный момент топ 10 всего мира буквально через 10 дней он будет выступать в санта-монике на турнире arnold sports festival из лос-анджелеса я постараюсь снять материал с алексеем как он будет выступать удаленно я стою здесь киеве пока но в общем там мне помогут поэтому дополнительный материал в догонку этого ролика непосредственно с выступлений тоже будет на спортфазе и кстати в описании под этим видео я оставляю ссылки на соцсети алексея на его инстаграм и на его youtube лёха спасибо тебе за твое время желаю тебе удачи рад был знакомства взаимно удачи удачи